Всем добрый день, дорогие друзья! Как вы видите, я уже тепло оделась. У нас на улице уже просто ужасно холодно. Я поехала в город не на посреди. Ребятишка, маечки, да что. Ну и посмотреть на холодильнике. Какая цена и во сколько мне это обойдется. Может быть, как-то договориться с магазином, чтобы они на пару деньков придержали. До того, как я получу остальные деньги, чтобы взять его. Так что вот как-то так, ладно, едем в город. Дорогие друзья, съездила я в город, посмотрела я холодильники. Катя, принеси мою сумку, пожалуйста. И честно расстроилась из-за того, что у меня не хватает. Ну ничего, мою сумку, чемодан, принеси, пожалуйста. И мне пришла посылка с Алиэкспресс. Я заказывала градусники. Один вот такой вот градусник заказала. И один вот такой вот. Пришли, но батареек нету, чтобы проверить их. Также заходила в магазин. Сейчас покажу, что я деткам купила. У нас дожди идут. Дожди, 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 дожди. Да, я знаю, что вы сейчас скажете. Настя, открой донат, мы тебе поможем на холодильник. Но не могу. Так, показываю, что купила. Купила маечки разной ростовки. Вот такая вот маечка. Ребятишкам в садик, в школу. Вот такая вот. Та вот Оксане, а это у Мариночки взяла. Расцветки одинаковые, но ростовка маленькие. Дальше взяла комплектами. А, нет, отдельно вот такая вот маечка еще есть. Или это комплектами? Нет, отдельно. Ростовка на 34 размер. Это на Оксану, скорее всего. А, потом дальше взяла маечку вот такая вот с плавочками. Ваня тихо. Для Мариночки в садик. Мне начисто в садик, в школу, чтобы у них было все новенькое, чистенькое. Дома они уже в таком ходе. Еще один комплектик тоже Мариночки взяла в садик. Дальше взяла Ванечки тоже один комплектик, чтобы не обидно было. Вот такой вот для Ванюшеньки. Дальше взяла вот такие вот носочки Марине в садик новенький. Обновить надо ей. Потом взяла еще теплые носки, три пары. По 39 и по 35 и по 49. И вот эти вот тоже 49. Дальше взяла двое пар перчаток. Одни поменьше, другие побольше. Одни для Мариночки, другие для Оксаночки. Кому какие, там сейчас разберемся. Вот такие вот все покупки у меня были для детишек. Потом остальным что-то прикуплю. Но пока сейчас... Да, многие скажут, режим экономии у Насти зашибенный. Но детям в садик надо было маечки. Ванечке тихо, потому что все уже. И перчатки у меня получилось так, что у маленьких нет. Извиняюсь, по состоянию какое-то не это. Но немножко расстроилась, конечно, что не могу купить холодильник. Но сейчас посмотрим. Что-нибудь я придумаю. Может быть, где-нибудь перезайму. Где-то что-то. Но что-то я придумаю. Ладно, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Я сейчас скоро пойду в садик, отдохну, согреюсь и пойду в садик. У нас время 5 часов. Я еду на автобусе в садик, потому что у нас дождь идет. А у меня зонечка нет. Поэтому еду на автобусе Тайсон здесь. Вот такая погода у нас. Ладно, едем. Так, дорогие друзья, зашла в магазин, купила батарейки. Сейчас буду испытывать градусники. Будем вставлять туда батарейки. И испытаем. Шли они у меня месяц, наверное. Но я очень довольна. Теперь у меня есть градусник. Давай первый. Так, первый покажу. Вот такой вот градусник, какой он там внутри. Вот такой вот. Вставляются внизу батареечки. Тут две батарейки вставляются. Так, где плюс, где минус. Ага, вот так вот они обе. Так, не так вот так вставляются. И это тоже так вставляется, да? Так, а как теперь включить? Не знаю. Подожди, Катя. Может где-то что-то еще надо убирать? Или я неправильно вставила? Нет, вроде все правильно. Пока делай второй, дай-ка мне этот. Так, на, пока этот разбирайся. Что-то он не включается ни туда. Так, второй, ребята, вот такой вот градусник. И сейчас ставим сюда. Проверим. Во, этот заработал сразу. 36,2 у меня, ребята, температура. Так, сейчас пленку уберем. Егор, иди сюда, я на тебе испытаю. 35,9 у Егора. Вот этот работает хорошо. Я прям очень рада. Ну, все, как выключить. Не знаю, на какой. Вот, все. Дай, на 2. 4. Интересно, а как выключаются они? А все выключается. Так что работают оба градусника, дорогие друзья. Испытали оба. Я не знаю, как он. Вот такие вот, подожди. Вот такие вот. Два. Да вот, наверное. Ты, конечно, неправильно батарейки вставила. Неправильно батарейки вставила? Папа сказал. На руку, Фантика. На степенье. Тебе померить война? Руку как тут включать? Сейчас, давай. Мама. Давай померем руку. Давай. Вот, надо еще разобраться, почитать. Так, все, тихо, тихо, тихо. Да. И вот, в целом, разобраться надо с этими градусниками. А так мне понравились градусники. Вот такие вот два, дорогие друзья, градусника у меня пришло. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Многодетной семьи Тарантины. Как вы видите, у нас сегодня будет распаковка. Распаковка из любимого Василька. У нас приближается зима, поэтому надо прикупить немножко подушек, одеялок. Ну, и я заказала для детей, чтобы сменить им подушки и одеялок. Вот такой мешок у меня огромный пришел. Сейчас я его вместе с вами распакую. И посмотрим, что уже там у нас интересного пришло. Все, дорогие друзья, пломбу я сняла. И сейчас посмотрим, что уже, что уже, что уже тут у нас. Вот так вот внутри еще все запечатано. Сейчас, сейчас мы с вами откроем. Так, наверное, хватит. Дальше не буду распечатать. Сейчас просто вот так вот, ну, уже там скрою и будем доставать. Ты его положи, да. И вот так вот будем с вами доставать. Рандомно буду доставать и смотреть, что же у нас тут. Да, ребята, на Васильке всегда очень много обновлений, поэтому ссылочка не забываем. Где она у нас находится? В описании, конечно. Проходите по ссылочке в описании и смотрите. Там очень быстро много всего каждый раз появляется, поэтому не пожалеете, если закажете. Качество там мне очень нравится. Так, здесь у нас пришли трусики такие для мужчин. Это я старшему сыну Илье заказывала. Вот такие вот две пары. Они у нас размер 48-50. Дальше. Что же, что же дальше у нас тут? Это, ребята, комплекты. Я заказывала несколько комплектов для детей на физкультуру. Тут комплекты разные. Открою одну. А сейчас я открою все три. Открою. Тут идет футболка и шорты. Ростовки, размеры обязательно разные. Как вы знаете, на физкультуру сейчас на черные шорты и белая футболка. И я три комплекта заказала. Спасибо. Разные размеры. Сейчас я открою и покажу вам. Так, смотрите. Вот здесь идут вот такие вот шортики. Шортики идут с кармашками. Света, видно там меня? Да. Вот такие вот шортики с кармашками. Вот такая вот футболочка. Чисто белая. Как раз для физкультуры, да? Оксане идут. Так, скорее всего, ну, Оксане. Так, следующий комплект сейчас откроем. Так же тут и Маша будет, и Катя, скорее всего. Так, дальше следующий комплект. Точно такие же шортики. Тоже с кармашками. И вот такая вот футболочка. Тут два одинаковых комплекта должно быть. И третий побольше. 68, 104. А эти были... Сейчас посмотрим, посмотрим. Тут 128, это два размера. 134. Вот с этим должно быть схоже. Ну, шорты-то, мне кажется, любые могут одеть. А вот футболки, на кого он полезет. Потом девочки все это примерят. Вот такая вот футболка и шортики. Три комплекта в целом у меня для детей на физкультуру. Дальше. Мужские носки длинные. Носки? Это что на имени? Джогеры женские. Нет, а здесь-то наклеено мужские носки длинные, а здесь наклеено джогеры женские. Это я заказывала спортивные штаны. Это, видать, от пакетика отклеилась и сюда прилепилась. Заказывала спортивные штаны для Света. Она у нас стала участвовать во всяких олимпиадах. И вот такие вот штаны я ей заказала. Но что-то они мне не очень... Резинка тут сильно широкая, да? Или нормально? Но Света потом померяет, и мы вам скажем. Сверху резиночка и также есть шнуровочка. Также имеются кармашки. И внизу наподобие как бы резинка. Не резинка, но оно не резинка даже. Оно просто вот так немножко присборенное. Вот 42 размер, самые маленькие это были. Дальше. Футболка мужская. Король. Белая. 48 размер. Это я Егору заказывала для фитнес-фитуры. Чтобы у него на фитнес-фитнес была белая футболка. Вот такая вот. Король. Ну, король написано. У меня завтра фитнес-фитнес. Да, вот как раз Егорка завтра и оденет. Свет в футболочку. Дальше, дорогие мои. Тихо. Шорты женские. 42 размер. Это на Свету, на физкультуру тоже. Скорее всего. Да, Свети на физкультуру. Другие, да, качества? Уже мы наподобие заказывали, но были другие, да, Света? Они идут вот такая вот резинка сверху, шнурочки, карманчики идут. Шортики хорошие. Слушайте, такие плотные. Ну, а вот еще, наверное, такие, да, Светик, заказать? Кате, мне кажется, они даже тебе будут, может, нормально. Шорокие они будут, Кате. Шорокие, да, немножко будут. Кате. Вот такие вот. Закрой двери, пожалуйста. Дальше, дорогие мои друзья. Тут у нас бумажка по ценам. Цены я вам, как всегда, с фотографиями приложу. Дальше. Вот носки мужские, ангорковые. Длинные. Длинные. Закрой двери. Ой, какие толстые, теплые. Хорошие носки. Взяла шесть штук на зиму, чтобы мои мужчины ноги не морозили. Дальше. Заказала пижама, женская авокадо, брюки с костюмом. Ну, это я как для дома костюм женский заказала себе, потому что я вам говорила, что я буду каждый заказ себе костюм для дома заказывать, потому что вы мне многие пишите, Настя, одевай дома костюмы. В целом, вот такая вот футболочка с авокадо. Троткая она, типа такая. Они такие есть. У меня предыдущие тоже было такой же. И вот такие штаны. Я его заказала чисто из-за штанов. Мне понравилась расцветка штанов. Клотки какие-то они. Так это домашний костюмчик, как идет. Резиночка плотная и брючки прямые. 52 размер. Потом померю и скажу. Дальше. Носки термо. Шесть штук. Мужские, длинные. Очень тоже плотные, очень хорошие носочки. По качеству мне прям нравится. Житомир. Вот такие вот. Размеры. 42-48. Тоже шесть штук. Заказала Егорке. Надо будет в школу, да что ли, везде. Не только мужик. Да, еще. Ну да. Дальше. Дорогие друзья. Как вы знаете, у меня... Крисий белый ножичек, пожалуй. Его ножницы. У меня детки, и я решила им заменить подушки и одеяло. О! Это что? И одеяло. Это подушка, наверное. И одеяло. Это подушка. Фантастик. Подожди, Катя. Просто когда там... Это подушка. Одеяло. Одеяло. Одеяло? Да. Его можно. Так, вот такое вот одно одеяло. Дальше. Одеяло. Одеяло я выскаживаю. Сейчас бы как-то бы мне еще это все достать. Так, вот так вот. Дальше, дальше, дальше достаешь. Что это такое? Не знаю еще пока. Опять одеяло. Подушка. Ну, что это такое? Это подушка, ребята. Это подушка уже. Вот такая вот, дорогие мои друзья, подушечка. Очень мягенькая, очень хорошая. Дальше достаем. Тут должно быть много их, потому что я заказывала суп частично, конечно. Но с каждым разом буду еще заказывать. Я думала, что это сдавалось. Так, это еще одна подушка. Сейчас сразу открою. Дети у меня уже ждут, чтобы я им подушки отдала. Кому что будет, не знаю, они сами будут решать. Приношу извинения за посторонний шум. Просто у меня сейчас все дома. Дети попросили. Мама, давай, говорит, распечатаем. Вот такая вот вторая у нас подушечка. Тоже для деток. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Одеяло. Еще одно у меня пришло. Детки прям ждут. Даже я им уже сдам все это. Да? Детки прям ждут. Хочет себе новые подушки, одеяло взять. О, тут уже другое красивое одеялко. Смотри, Светик. Оно тоже такое же облегченное, но вот такая вот красивая рассветочка. Такое легенькое, хорошенькое, тоненькое одеялко. Это, мне кажется, как на лето одеяло. Что-то я не посмотрела, где какие одеяла. Заказала просто их. Видимо, нигде не взянула. Так, все, мешок у нас пустой. И последнее, что мы достали оттуда. Сейчас посмотрим, что это у нас такое. Там, кстати, на Васильке, дорогие друзья, очень большой выбор и одеял, и подушек, и всяких наволочек, и постельного, и всего-всего-всего. Так, а это у нас, ребята, подушка, пух-перо. Ох, какая она тяжелая, ребята. Это перьевая подушка, пух-перо. Маша, тебе перьевы нельзя. Но она такая мягкая. Это я пух-перо себе заказывала, потому что мне тяжело вот на таких... Вот это вот она гусиная, по-моему. Они, как бы, на них мне тяжело. Ну, вот такой, ребята, у нас сегодня был заказ. Пишите комментарии, как вы думаете. Сейчас мы устроим примерку, вам все покажем, все профоткаем, цены я вам напишу. Ссылочки, не забывайте, дорогие мои, будут в описании. Проходите по ссылочке в описании и заказывайте себе. Дорогие друзья, вот костюм я одела, 52-й размер. Мне брюки немножко, мне кажется, как будто коротковато, но в целом неплохо. Для домашней носки, в принципе, неплохо. Вот так вот они на талии смотрятся. Карманов нету. И мне очень нравится. Качество мне понравилось. Пишите, как вам? У нас, ребята, уже вечер. Я приготовила... Ай, Катя! Катя шкаф тут перебирает. Я приготовила омлет. Вот так вот, детки сейчас кушают все. Омлетик. Аджику едят, да? Машенька... Маша говорит, остро сильно. Но я грустливый раз сварю, поменьше перца положу. Вот такой вот, ребята, был день. Распаковали василек. Съездила в город. Немножко настроение пропало. Но ничего. Я что-нибудь придумаю обязательно. И сейчас вам переписываю с Олей, с Антоном. Общаемся тоже. Фотографии ей скинула. И общаемся. Вкусный котя омлет? Головой кивает, но не говорит. Нет, не видно ее в зеркале. Вот теперь видно. А теперь не видно. Ладно, дорогие друзья. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Берегите свое здоровье. Мася на улицу хочет? Нет. Мася гулять хочет. Пойду собаку выпускать. Всем пока-пока.